Всем приветы! Сегодня я покажу и расскажу, как я сделал круглое зеркало в прихожую в наш будущий дом. Приятнейшего просмотра! В первую же очередь отправляюсь на сайт Pinterest, чтобы вдохновиться, ну и стырить пару идей. После того, как определился с размерами нашего зеркала, а это 50 сантиметров в диаметре, сделал заказ на резку в местной стекольной конторе. Для рамы зеркала я использовал 18-мм фанеру. А чтобы ее вырезать, мне понадобился фрезер и идущий в комплекте две штанги и параллельный упор, с помощью которого можно вырезать идеально ровный круг. Рама для зеркала будет состоять из двух частей. Размеры этих частей вы можете увидеть на экране. Рез я выполнил за три прохода. Погружаю фрезу на каждый проход приблизительно на 6 мм. В последнем проходе не стоит дорезать круг до конца и оставить небольшой мостик в несколько миллиметров. Тем самым вы предотвратите смещение фанеры и последующего удара фрезы о нее. Второй круг я делаю на 5-6 мм больше, потому как при склеивании двух частей по-любому произойдет смещение. И у меня будет возможность выровнять все копировальной фрезой. Далее тем же способом вырезаем внутренние круги и получаем два обруча. Проверяем, чтобы зеркало свободно входило и переходим к шлифовке и последующей склейке двух деталей. Субтитры подогнал «Симон» Как и говорил ранее, после склейки выравниваем наши обручи копировальной фрезой. Остается сделать три крепления для фиксирования зеркала и можно перейти к покраске. Краску я использовал по принципу та, что была. А была у меня акриловая с добавлением масла фирмы Тикурила. Краска матовая и сохнет за считанные часы. На следующий день я наконец принялся за работу с кожей. Это мое первое с ней знакомство, так что не судите строго. Делал все инстинктивно. Поэтому оставляю этот отрывок без комментариев. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пробив декоративными гвоздиками ремень, устанавливаем зеркало в раму. А как закрепить зеркало на стене, буду думать, когда закончится внутренний ремонт дома. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за внимание. До следующего ролика.